В Чебоксарах стартовал 71-й чемпионат России по самбо. В первый день будут разыграны 9 комплектов наград, по 3 в мужском, женском и боевом разделах самообороны без оружия. На утренней соревновательной сессии побывал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Жестко, но согласно регламенту, ровно в 10 часов на четырех коврах прозвучали свистки арбитров к началу розыгрыша наград 71-го чемпионата России по самбо. Без нововведения, касающихся правил проведения соревнований по самбо, нынешний чемпионат не обошелся. Так, впервые женщины на коврах ледового дворца Чебоксара-арена в борьбе со своими соперницами проводили не 4, а 5 минут. Пристальное внимание к женскому самбо объяснимо. В числе соискателей наград в категории до 48 килограммов были заявлены две представительницы Чуваши. Четырехкратная чемпионка мира Елена Бондарева и победительница молодежного первенца страны уже нынешнего года Татьяна Федорова. Елена, она в синем трико успешно преодолела стартовый мандраж. 53 секунды хватило подопечный заслуженного тренера страны Сергея Береснева, чтобы вынудить сдаться москвичку Оксану Агат-Заде. Вроде все хорошо получается, немножко первая такая, все равно волнительная, к новому залу, к новым правилам. Настрой боевой, нацелен хороший результат. Успешно прошла первый круг и Татьяна Федорова. Она в красном трико, не спасавшая перед бронзовым призером прошлогоднего чемпионата страны Марии Козловой. Но вот во втором круге воспитанница заслуженного тренера Чуваши Сергея Пегасова при равенстве набранных баллов уступила по качеству представительницы Новосибирска Ксении Блиновой. Ну, я не довесила килограмма 2-3. Ну, конечно же, было тяжело физически. Ну, то, что дома, хотелось бы, конечно, выиграть такой поддержкой. Не сумел преодолеть первый круг и мастер спорта страны Александр Пегасов. Самбист Синий Куркин уступил коллеге из Свердловской области один балл. В числе соискателей наград российского достоинства в боевом разделе самбо. Хозяев чемпионата хоть и нет, однако борьба, которую показывают мужчины, достойна отдельного упоминания. У нас есть около 15 чемпионов мира различных годов. Там тоже где-то такое же количество чемпионов Европы, чемпионов и призеров России. То есть самые сильные спортсмены со всей страны приехали побиться и попасть за право попасть в сборную команду страны. Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров, Вести Чуваша.